Добрый день, уважаемые садоводы! С вами, как всегда, Галина Латинкова. Сегодня 1 декабря 2023 года. Всех поздравляю с началом зимы. А у нас на столе великолепные зимние груши. Зимний сорт Чудесница. Получен от скрещивания сортов Толгарская красавица и Дочь Зари. Оригинатором являются Всероссийские НИИ генетики и селекции плодовых растений именно имени Мичурина. В этом учреждении выведены такие знаменитые сорта, как груша Яковлевская, груша Ника, груша Феерия, груша Чудесница и груша Новелла. И там 8 сортов еще, как говорится, выведены этим оригинатором. Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной, средней густоты. Плоды от 130 до 200 грамм. Мы сейчас вот завесим нашу грушу, усеченная конической формой, как вы сами видите. Окраска, когда мы снимали в период съемной зрелости, основная была зеленая, ярко такая зеленая. В период потребительской зрелости сейчас вот она стала зеленовато-желтой цвета. Кожица гладкая, маслянистая. Ну и характерной особенностью именно этой груши является, что она покрыта очень сильно восковым налетом. Прям берешь руки и такое ощущение, что хочется помыть мылом, прямо они становятся жирными. Мякоть кремовая на срезе, нежная, полумаслянистая, сочная, без терпкости и аромата. Урожайность этой груши высокая. Дереву в среднем 7 лет, но она уже хорошей высоты, больше 3 метров. И в этом году дала вот такие вот удлиненные, усеченные конической формы плоды. Вот практически были все плоды такие. Это вот сейчас, что осталось у нас в наличии, мы хотим вам показать. Особого условия хранения у нас не было. Хранилось при температуре плюс 12 градусов в холодном помещении. Но вообще груши и яблоки должны храниться в охлаждаемом помещении, специальном. Температура хранения 0, ну в крайнем случае плюс 2 градуса. Вот тогда они полностью, как сказать, будут храниться в тот период, который им отведен оригинатором. Ну вот эта груша хранится в среднем 3-4 месяца. Сегодня 1 декабря, сняли мы ее в сентябре месяце. Ну это где-то было, может, начало сентября, лето, потому что было очень жарко, и все сдвинулось на месяц раньше. И поэтому вообще груши в этом году не хранились, даже зимние сорта, и включая яблоки, были все червивые. И яблоки тоже очень мало ушли на хранение. Ну это такой особый год. Будем надеяться, что следующие годы будут не такие жаркие. Урожайность очень высокая. Дерево было все усыпано вот такими зелеными красивыми грушами. Я даже делала съемку этой груши. Отмечается высокой морозостойкостью. Минус 42 градуса. Проводились исследовательские работы, и черенки замораживались при температуре минус 38 градусов. И даже гора и камби в этот период времени не пострадала у этой груши. То есть минус 38 она в исследованиях выдерживает. А у нас в садах она выдерживает температуру минус 42 градуса. Что нужно отметить в этом сорте? Устойчивость к хорошим грибным заболеваниям. И очень мало поражается плодожоркой. Ну, вот это тоже как бы факт. Сейчас груши удивительно, но в настоящее время очень многие стали поражаться этим вредителем. Но вот эта груша мало поражается. Ну, великолепный сорт. Сейчас мы его завесим. Включим весы. Ну, возьмем самую крупненькую грушку. Хотя они уже потеряли все равно в весе. Вот, 140 грамм она завесила. При съеме была красивого зеленого цвета. Очень плотной консистенции. Даже, можно сказать, с хрустящей такой мякотью, сочностью. Сахаров было не так много. Но кислоты не было в этой груши. Она уже была при съеме съедобная. То есть, для потребления. Ну, и плюс вот сейчас она у нас хранит в сентябре, получается, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот три месяца она у нас пролежала в ненадлежащих условиях температурного режима. Ну, что хочу пожелать вам. Да, иметь такую грушу. Потому что, каких бы сортов мы не пробовали, но Ника, Чудесница, Новелла, Феерия, они, конечно, исключительно вкусные. И, ну, просто, я говорю, южным не уступают. Сейчас мы вот ее разрежем. Покажем вам на срез эту грушу. Ну, вот немножко она у нас уже подпортилась чуть-чуть. Но вот где и мякоть сохранилась, видно, что она такая очень нежная, кремового цвета, ровная, без цилиндрических включений. Вот, ну, и очень вкусная груша. Давайте попробуем, разве это еще вторую грушу. Все-таки, может быть, она будет более удачная. Вот она тоже начинает уже немножечко как бы портиться. Ну, очень сочная. Вот видите, как сок прям блестит. И аромат очень ароматный, когда послевкусие вот этой груши прям великолепного качества. Все. Давайте, пробуйте, выращивайте на своих участках эту грушу. А мы постараемся ее вам вырастить и предоставить. Хороших вам урожаев. Всегда оптимизма, здоровья, чтобы вас не подводило. И чтобы желания, которые вы загадали на следующий год, все сбывались. Всего вам доброго. Храни вас всех, Господь. С вами была Галина Латинкова. Субтитры сделал DimaTorzok